Приветствую вас. Я думаю, что ваша проблема это проблема, ну и тем, как у вас немного детского, репроспективного характера, кто чаще всего боится соматологов, особенных врачей. Кто боится? Вот подумайте, кто боится. Думаю, что вы очень быстро придете к приводу, что соматологов чаще всего боятся именно дети. И, соответственно, ваш страх, это детский страх, это страх именно из детства. Когда-то, в детстве, у вас было, на мой взгляд, сильное потрясение, связанное с соматологом. Вот, и, соответственно, на подсознательном уровне, на постоянной основе, вы теперь боитесь этого. Боитесь, вот, боитесь врачей. С чем это связано? Ну, а, чаще всего, это связано с предателством. То есть, вот, когда, например, родители говорят, что это не будет больно, а это стало больно. Ну, там, что это, как бы, ну, вот, получается, что ради глобанового это придалось. Это может быть некоторая обиды на окружающих, ну, просто, это может быть некоторая обида на окружающих, потому что вы чувствуете себя обиженной, вы чувствуете себя обманутой. Вот, и, соответственно, хотите, чтобы вам было плохо, да, чтобы, ну, показать людям, ну, грубо говоря, до чего вас, ну, до чего довели вас. Вот, это может быть, может быть, такая вот, наказывающая функция, наказывающая модель придения в этом может быть. Вот, хотя и не всегда, конечно, но очень и очень часто эта история имеет место быть. Вот, то есть, вот, ну, действительно, некая такая вот детская модель, модель поведения, вот, значит, которая вами как раз, значит, продвигается. Вот, что с этим делать? Ребенка внутреннего вашего нужно найти, вот, с ребенком внутренним желательно пообщаться, с внутренним ребенком желательно поговорить, вот, и помочь внутреннему, как раз таки, вашему ребенку вот это чувство. Как-то вот выразить, завершить. А, вот. Здесь есть некие рациональные моменты по поводу страха боли, то есть, ну, отношение к боли в целом. В целом невозможности отдать себя на, как бы отдать себя во власть другому человеку. То есть, если, если я себе отдаю волну другому человеку, то я подвлекаю за себя опасности, знаете, вот это вот, вот это такой момент. В целом, это вопрос, ну, предательства, как правило, повторюсь. Вот, ну, на мой взгляд, вам не хватает такой взрослой позиции, достаточно серьезной взрослой позиции, когда, ну, как бы, нужно это сделать. Ну, то есть, мой страх, мои чувства, мои переживания, это все очень важно, но... Это все, как бы, отдельно, а врачное здоровье, это отдельно. И вот вы, как бы, ну, вам нужно научиться разграничивать эти вещи. Вот, следующее и последнее, наверное, это выгода. Вторичная выгода от того положения, от того состояния, в котором вы сейчас находитесь. То есть, это все плюсы, все бонусы, которые вы получаете в результате от своего текущего поведения. Тоже стоит подумать, какие бонусы вы можете получать, какие плюсы, какую выгоду вы можете из этого получать. Ну, например, если бы не эта ситуация, вы бы не обратились к нам на ресурс и не задали вопрос, что мне делать. А вопрос, что мне делать, он предполагает, как бы, перенос ответственности. То есть, я хочу ввести себя в такое состояние, в такое положение, чтобы я могла задать вопрос, что мне делать. И чтобы другой человек за меня решил, что мне делать. То есть, я хочу переложить ответственность на другого человека за себя. Я боюсь ответственности, я боюсь отвечать за себя, за меня тяготит ответственность. Вот, что, что, здесь и страх ошибки, здесь и, в какой-то степени, проблема личных границ. То есть, вот, границы человека отвечают, в принципе, за то, что человек берет на себя, а что нет. Вот, поэтому, тут вы просто освобождаетесь, как бы, то есть, вам плохо, вне всякого сомнения. То есть, я даже, вот, не сомневаюсь, да, в том, что вам плохо. Что-то, что вам нужно лечить зубы и так далее. Вот, но, вы все равно это не делаете, все равно не лечитесь, но при этом задайте вопрос, что мне делать. А когда, как бы, причем задайте вопрос именно психологам. Так что, на этот момент нужно обратить внимание. Следующее, наверное, последнее, на что хочу указать это на агрессию. Хочется спросить, подавляете ли вы агрессию, проявляете ли вы агрессию, чувствуете ли вы себя виноватой, когда, ну, агрессия проявляется. То есть, вот это вот, важно. И, от этого может быть зависит ваше состояние здоровья на текущий момент. И, отвечая на вопрос, да, значит, что делать, чтобы что, и вот этот вопрос, что делать, чтобы что, заотнесите, пожалуйста, с тем, кому вы его, то есть, вопрос задаете. Вот, ну, на мой взгляд, ответ очевиден. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи вам. Всего самого доброго. Продолжение следует... Удачи.